Бисмилля, альхамду лилля, ассаляму алейкум, что означает «Да будет мир над вами». Мы те самые люди, которые пришли к зову совести, что есть один Бог, единый Бог, не три в одном. Бога нельзя разделить, Он един. Мы пришли к такому выводу, и мы будем поклоняться Ему одному. Будем совершать молитву пять раз в день, держать пост в месяц Рамадан. Мы будем отдавать бедным их долю, закат. И мы постараемся сделать все, чтобы сделать хадж хотя бы один раз в жизни, при физической и финансовой возможности. Как мы пришли к этому? Посредством здравого смысла. Используя инструменты, данные нам Богом, мы сделали это, и мы пришли к этой истине, и мы хотим, чтобы другие люди пришли к этой же истине. Мы жаждем, чтобы люди пришли к осознанию, к которому мы пришли. Осознанию того, что есть Бог, и что Он посылал посланника. Посланник не живет среди нас сегодня. Он жил 1400 лет тому назад. Он не был послан на какое-то определенное время, как Иисус, как Моисей или Авраам. Нам не нужны их учения. Даже если бы мы хотели следовать за ними, мы бы не смогли, так как не подразумевалось, что мы будем следовать за ними. Пророк, за которым следует последовать, если ты живешь сегодня, это Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует. Если тебе недостаточно моих слов, мы будем сегодня анализировать его жизнь. И это возможно убедить тебя, как и более полтора миллиарда людей сегодня. Когда придет мой гость, будет ясно, что ты поклоняешься ему, а не поклоняешься человеку, обезьяне, слону, ничему из сотворенного, а Творцу. Ты можешь сказать, ну откуда я знаю, что этот человек Мухаммад был пророком? И как я это пойму? Ну давай, Эдди, расскажи мне. Мы как раз будем говорить об этом сегодня. Все, о чем я вас прошу, просто откройте свое сердце. Наш гость отведет все сомнения, которые у вас могут быть. Ди, Аллах, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда как мы стараемся сделать все для мира и спокойствия Знаешь, несколько лет назад на Хэллоуин я одел свое одеяние, такое как надел и сейчас, и шел на Джума Одна женщина подошла и сказала мне, ой, а вы слишком рано нарядились на маскарад Давай уделим внимание этому моменту Некоторые люди видят тебя в джалебии Если ты мусульманин, ты обязан одевать это? Нет, не обязательно Не существует официального исламского дресс-кода Ты можешь одевать что хочешь Можешь одеть такое одеяние, или джинсы, или галстук Самое главное, чтобы одежда не была вызывающей и не скромной Не облегала фигуру Не из запрещенных материй И не подражала женской одежде В то же время, женская одежда не должна напоминать мужскую Все очень удобно и не так строго, как кажется многим Тебя кто-нибудь донимал, спрашивая, зачем ты носишь такую одежду? Нет, особо не донимали Все ходят в джинсах и свитерах Зачем ты ходишь в этом? Мы же в Америке Во-первых, я не одеваюсь так постоянно Но когда одеваюсь То чаще всего встречаюсь с очень цивилизованными и воспитанными людьми Один раз я был в ресторане и был одет вот так Ко мне подошла женщина и сказала Вы раввин? Представляешь? Черный раввин Хотя в целом нет особых проблем Сейчас тебе удобно в этой одежде Но ты можешь ведь одеться, как и я Самое главное, ты должен быть одетым скромно Абсолютно верно Мы это уже знаем Тут на день шоу сегодня тема нашей передачи «Истинный пророк» Как мы говорим, последний и завершающий пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует Несомненно Каким образом человек приходит к осознанию того, что он послан Творцом? Все очень просто Во-первых, давай договоримся, что не должно составлять труда определить, истинная ли религия ислам или поддельная Человек должен с легкостью выяснить, какая религия на свете от Аллаха, а которая от дьявола, от человека и так далее Если я тебе скажу Энди, я дам тебе 10 сочинений Одно из них написано Шекспиром и 9 написано детьми из детского сада Займет ли у тебя много времени выяснение этого? Это будет очень легко Ты легко убедишься, ведь ты не будешь сомневаться, глядя на сочинения Обо мне и маме, как мы играли в парке, или это, от Элла, или что-либо подобное этому Ты сразу поймешь, где какой автор Что я хочу сказать? Мы не сравниваем Аллаха с его творением Но невозможно, чтобы религия от Аллаха выглядела так же, как и религия от дьявола, или придуманная человеком, или измененная человеком Итак, чтобы нельзя было узнать, который от Аллаха и который от дьявола, это невозможно Значит, есть религии от дьявола, или те, которые были изменены человеком? Есть религии, которые пришли от Аллаха Но затем люди изменили их Изменили книги, изменили писания Есть еще религии, придуманные каким-нибудь парнем И ты даже можешь часто отследить историю создания этой религии Кто этот человек, который придумал ее? Все процессы, через которые он прошел По этим фактам, ты можешь с легкостью выяснить Которая религия от Аллаха, а которая нет Это должно быть так В этой передаче давай поступим вот так У меня был такой опыт Все началось с того, что много лет назад один молодой человек, мусульманин, хотел жениться на одной девушке, которой была атеистка А ведь ты не можешь жениться на атеистке Она должна быть либо мусульманка, либо еврейка, либо христианка Он сказал, можешь ли ты доказать ей, что Бог есть, что Аллах есть? Я ответил, если она согласна слушать, то это очень легко доказать Очень легко доказать, что Аллах существует Это не сложно Обосновать это, одна из самых простых вещей Я сказал, что если она будет слушать, иншаллах, если пожелает Бог, без проблем мы это сделаем Мы сели, и анализируя жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, она убедилась в том, что Бог есть Анализируя жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует Да, совершенно верно Хорошо. Мы узнаем об этом у тебя более детально, когда вернемся после паузы. Приходит к тебе истина и понимание того, что тот, кто создал тебя, единый в управлении этой вселенной, неродившийся и нерожденный, не умирающий, не принимающий пищу и не справляющий нужду, не может быть не Богом. Какая у него проблема? Не имеет никакого смысла, кому поклоняется Иисус. Об этом написано в Евангелии. Даже несмотря на все проблемы с Евангелием, там указывается на то, что Иисус поклонялся Богу. Теперь расскажи нам про ту женщину, что была атеисткой, к которой ты пошел, из которой говорил о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что он был послан Богом, и о том, что он посланник. Да, и это очень простой процесс, Эдди. Представь, что мы сидим, и тут парень заходит в студию и говорит, «Я пророк Аллаха, я был послан от Бога». Сколько вопросов тебе надо будет ему задать? Естественно, мы знаем, что не будет уже пророка, мы не должны ничего у него спрашивать. Но если бы ты не знал это, сколько вопросов надо было бы задать для того, чтобы узнать, говорит ли он правду или он самозванец? Не так уж и много. Некоторые вопросы, которые можно задать, например, что является самым важным твоей религии, если он не ответит, что поклонение Аллаху, сразу можно ставить ему первый минус. Поклонение всемогущему Творцу? Да, вот именно. Потому что каждый пророк призывал к поклонению единому Богу. Даже если ты посмотришь в Ветхий Завет или даже в Новый Завет, Моисей сказал, «Твой Бог и мой Бог, один Бог». Это и есть в Десятой Заповеди. Пришел Иисус и сказал то же самое, один в один, что есть только один Бог, которому надо поклоняться. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал то же самое. Так что, если кто-то сегодня придет и скажет, что он пророк, надо уточнить у него, в чем заключается твое основное послание. Какая самая важная заповедь? Это первый знак того, что он лжец. Другой вопрос. Кто этот ангел, который приходит к тебе? Знаешь ли, ангел, который приходит, это ангел Джибриль. Если он ответит, что вот, ко мне приходит ангел, его имя Микаил, то сразу поймешь, что это еще один довод против него. Этого достаточно. Если ты посмотришь, например, на основателя мормонов, на Джосефа Смита, это первый довод против него. Он не получил послание от Джибриля. Он встретил, согласно их словам, отца и сына, которые пришли к нему лично. Это не случалось еще ни с кем, такая честь в кавычках. Но это случилось с ним. Он вышел из рамок всех пророков, к которым приходил только Джибриль. Есть еще другая интересная деталь. Ему было всего 14 лет, когда это случилось. С каких пор Бог, или как он утверждает Боги, мы в это, конечно, не верим, ведь Бог един. Придут к 14-летнему пацану, это еще другой момент. Это не соответствует историям других пророков, которые были взрослее, были пастухами или плотниками. И этот парень 14 лет видит Бога. Хотя Иисус сказал, ни один человек не видел Бога никогда. Никто не видел его форму или слышал его голос. Это противоречие. Так что этот человек должен оставаться в рамках пророков. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что означает, да благословит его, Аллах приветствует. У нас есть каждая деталь, касающаяся его жизни, направление, в котором он расчесывал свои волосы, на какую ногу он надевал обувь первой, и какую снимал первой. Каждая деталь? Как он ходил по нужде, на каком боку спал, как клал руку, когда спал. Каждая деталь его жизни зафиксирована. Есть ли кто-либо другой, чья жизнь вот так описана и сохранена? Нет. Буш, Клинтон, Майкл Джексон, Майкл Джордан, кто-нибудь из них, их жизнь описана так же детально, как его? Ничья в истории человечества. Это само по себе чудо. Да, и ни один последователь других пророков не может следовать за ним настолько детально, как мы можем следовать за пророком Мухаммадом. Да благословит его Аллах и приветствует. Теперь со всей этой информацией, доступной нам, очень легко изучить и проанализировать его жизнь и поступки, учения, нрав, манеры. Это истинный пророк или это какой-то самозванец? претендующий на это звание. У нас уйма информации, и мы можем анализировать ее и прийти к ясному выводу, правда это или ложь. До того, как мы сделаем это, есть несколько других вещей. Во-первых, давай представим, так как есть только два вывода. Этот человек, Мухаммад, появился 1400 лет тому назад в Аравии. И одно из двух, либо он был истинным пророком, получившим послание от Аллаха, или он был, не дай Бог, самозванец. Только два варианта. Даже если ты скажешь, что он действительно был озабочен состоянием людей и придумал все это, чтобы улучшить их состояние, все еще значит, что он не был истинно послан Аллахом. Так что первая вещь, которую надо обсудить, какой был мотив у этого человека, почему он занимался этим? Как полиция ищет, что за мотив был у преступника? Что толкало преступника на преступление? Это то, чего они ищут. Они ищут мотив убийства и орудий убийства. Одного из двух недостаточно. Так вот, какой мотив? Нам нужно выяснить, потому что он живет в Аравии. Он знает этих арабов, они сражаются даже из-за коней или скачек, и война из-за этого могла продолжаться на протяжении десятилетий. Он знает, что если он будет атаковать самое любимое из того, что у них есть, их идолов, они будут воевать против него. Ему нужен серьезный мотив для того, чтобы столкнуться с годами сражений, битв и покушений. Так, теперь мотив. Люди могут придумать любой мотив, который они могут вообразить. Тут мы говорим о предложении и обвинении в том, что он это выдумал и обманывает людей. Зачем ему это делать? Может, он хотел деньги? Это один из вариантов. Возможно, он хотел женщин. Еще один вариант мотива. Может, он хотел власть? Может, он хотел славы? Может, он был одержим? И слышал голоса, которые заставляли его это все делать? Что бы это ни было, если ты беседуешь с кем-то, и они предлагают тебе различные варианты мотивов, записывай их. Один раз кто-то сказал мне, что, возможно, он был инопланетянин. Я записал это. Потом можно вернуться к этому, изучая его учения, жизнь, манеры. Извесить, было это ради денег, или он был инопланетянин. Чем бы это ни было, анализируя, мы придем к выводу, что он был истинный пророк. Дам тебе другой пример. Может, он притворился, что он пророк, потому что он хотел деньги? У нас столько деталей о его жизни. Давайте проанализируем это. Давай сделаем это. Ты имеешь в виду достоверную информацию? Все детально записано. Все, что он делал. Как он говорил. Как он выглядел физически. Мы можем взять эти данные и проанализировать. В случае, если мы обвиним его в жажде денег, что он все это сделал ради денег, тогда нам надо взглянуть на его жизнь. Как он жил. Где он жил. В одной комнате, которая была 6 футов на 6 футов. Стены сделаны из глины и соломы. С простым потолком, который иногда протекал. Фактически не было никакой мебели, просто некое подобие матраса и подушки с пальмом и волкном. Глиняный горшок и сломанная чашка. И тому подобное. Ты не увидишь богатства в его жизни. Ты увидишь его жену Аишу. Да будет доволь ли ею Аллах? Она говорила, что порой на протяжении двух месяцев не разжигался огонь в его доме. Ее родственник спросил ее о том, что же они кушали, как они жили. Она сказала, финики и вода. Кушали сладкие финики и пили воду. Никакого мяса или хлеба. На протяжении двух месяцев. И это когда он мог иметь деньги? Это когда на самом деле деньги поступали, но они не входили в его дом и были распределены немедленно. Кому он давал их? Он отдавал их бедным. Он хранил их в казне мусульман, но никогда не использовал их. До такой степени, что это чуть не привело к разводу между ним и его женами, так как они просили о том, чтобы он увеличил их обеспечение. И он отказался. Это стало причиной большой проблемы. Это нам показывает, что пророк тоже был человеком и сталкивался с такими проблемами. В то же время это показывает нам, что он отказывался брать себе деньги, приносить их в дом или даже давать это женам. Они вели очень жесткий образ жизни. Никакой еды, никакого мяса в течение двух месяцев, живя в этих маленьких комнатах. Как бы ты ни посмотрел на эту жизнь, ты не обнаружишь присутствие богатства. И в его учениях ты всегда находишь призыв воздерживаться от материализма и любви к мирской жизни. Это не учение того, кто возжелал богатства. Он получал много богатства в свои руки. Он получал 10 тысяч верблюдов или коз, или баранов, золотых монет. И он все раздавал. Все бедным. Все бедным. И возвращался домой с пустыми руками. Кто поступает подобным образом, так не поступают те, чей мотив деньги. Самое интересное, когда он начал вести свой призыв, думаю, ты помнишь это очень хорошо, когда он начал свое послание, к нему пришли и предложили, прекрати все это. Если тебе нужны деньги, мы дадим тебе деньги. Если тебе нужны женщины, мы дадим тебе женщин. Оставь все это. Таким образом, если его мотив был деньги, он бы принял это предложение. То есть, подобно коррумпированным людям, некоторым политикам, когда они вступают в соглашение с большими корпорациями, что если ты пойдешь таким путем, мы дадим тебе столько-то денег, и поступай по этому вопросу таким образом. Да, и вот они пришли к нему, предлагая ему деньги. Если бы ему нужны были деньги, он бы пошел на эту сделку. Но есть очень интересный факт из его жизни, Эдди. Он был очень богатым до того, как стал пророком, и стал бедным после того, как стал пророком. Тогда все идет против плана. Если он притворяется пророком, для того, чтобы получить больше денег, он должен начать их зарабатывать, а не терять их. Каким бы образом ты не анализировал его жизнь, ты не найдешь ничего о богатстве или любви к деньгам. Тогда мы убираем это из списка. Зачеркиваем. Мы зачеркиваем этот вариант. Следующий возможный мотив – женщины. Кто-то может аргументировать его деятельность любовью к женщинам, сказать, что он любил женщин и поэтому притворился, что он пророк. Но каким образом бы ты не посмотрел, ты не найдешь этой страсти к женщинам. Потому что, во-первых, его первая женитьба была, когда ему было 25 лет. Но он женился на женщине, которой было 40 лет. Она была старше его на целых 15 лет. Она сама сделала ему предложение? И да, она сделала предложение. Жена Люк не будет жениться на женщины старше его. Он предпочтет кого-нибудь помоложе. Он женился на женщине старше его на 15 лет. Он оставался женат на ней долгий период времени, 15 лет, и не женился на другой женщине. Если бы он любил так сильно женщин, придумав себе религию, сказал бы, что может жениться на 50 или 100 женщинах, или без ограничения. Почему же он оставался с одной женщиной на протяжении 15 лет? Она была старше его. Это совершенно не подходит под описание человека, имеющего страсть к женщинам. Его вторая женитьба была на Сауде бин Замаа. Передают, что ей было где-то от 54 до 64 лет. Может, не очень точно, но источники передают такие цифры. Опять-таки, разве это поведение человека, ведущего свой призыв из-за большой любви к женщинам? И почему не любовница, не девушка? Вот именно. Именно. Это жена. Да. И так каждый раз, когда ты смотришь на женитьбы пророка, да благословит его, Аллах приветствует, ты найдешь, что у него где-то политический мотив, или цель, или какая-то мудрость, обоснование, социальная причина. Где-то снизошли религиозные предписания по причине его женитьбы. Некоторые были из них просто гуманные. Например, когда он женился на Сауде, да будет довольны нею Аллах. Она была старой женщиной, и у нее не было места для проживания. Не мог же он просто привезти ее в свой дом. Так он женился на ней. Таким образом, некоторые из его жениль имели гуманные причины. Всегда была причина, рассматривая это, понимаешь, что это не поведение жена Люба. Мудро ли это? Ведь у нас столько информации о нем из-за кулис. Люди знали его другим человеком, непорочным. передавая инфу о его жизни, личные детали его жизни, которые обычный мужчина не рассказывает своим друзьям. Такие подробности передавали его жены. Конечно, они жили с ним, видели в его последней жизни все, что он делал, и могли поведать нам все детали его жизни. Кстати, кого бы ты не анализировал, на чью бы ты жизнь ты не посмотрел в деталях, то начнешь находить изъяны. Но у нас столько деталей личной жизни пророка. На благословит его Аллах приветствует. Будь изъян, мы бы его увидели незамедлительно. С самозванцем многие вещи не сработали бы. Например, он не практиковал бы то, что проповедовал. Да, естественно. Мы можем рассказать об этом более детально, когда вернемся после паузы. Мы вернемся к вам после паузы. День шоу. Бывший плохой пацан стал хорошим парнем. Я был и предпринимателем, и идолом поп-музыки. И как он добился того, что не купишь за деньги? Было время, когда я мог делать все, что мне придет в голову. Лететь в любую страну. Жизнь, которая принесла ему мир. Трудно было найти человека, который не знал того, кто я и мои песни. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Чего же ты ждешь, чтобы прийти в ислам? Аллах, Свят Он и Велик, дал нам возможность сделать это сейчас. Так делай свое дело. Мы приветствуем вас опять на День шоу. Мы говорим об очевидном и доказательствах, об аргументах, которые могут быть у некоторых, и мы услышали некоторые из них уже. Мы говорили уже о мотиве денег. Потом ты говорил, что возможным мотивом, как говорят некоторые люди, могли быть женщины. Пожалуйста, продолжай. Мы говорили о том, что когда смотришь на жених пророка, да благословит его Аллах, приветствует, то понимаешь, что это не действие человека, который просто увлекался женщинами, ни по возрасту его жен, ни по продолжительности семейной жизни с ними. Первая женитьба была, я должен сделать поправку на протяжении 25 лет. Если бы он просто любил женщин и относился к ним несерьезно, то он не оставался бы с одной женщиной такой продолжительный период времени. Об этом можно провести отдельную лекцию? Конечно. Так как у нас почти закончилось время, пожалуйста, скажи, ты уверен в том, что если кто-то искренен и с открытым сердцем, может принять то, что имеет смысл. Абсолютно. Так что, если можешь, закруглись на эту тему, и у нас есть еще несколько других пунктов, которые нам надо рассмотреть. Хорошо. Представь себе, что он хотел бы власти. Если бы он хотел власти, он бы требовал власти постоянно. Он бы возвышал себя в положении в своей религии и говорил бы подобные слова. Я без изъяна, я не делаю ошибок, вы обязаны подчиниться мне. Но если вы посмотрите на его описание в Коране, вы поймете, что ему приписывают жизнь обычного человека, что он делает ошибки и что он умрет, как и умирают другие. Все дело в том, что если бы он хотел власти, он бы вел себя совершенно иначе. Интересная деталь. Один раз бедуин, кочевой араб, пришел к нему, и он не знал, как выглядит пророк, да благословит его, и у Аллах приветствует. Он не видел его фотографии, нет интернета, журналов. Он приходит в мечеть пророка, да благословит его, и у Аллах приветствует, и он вынужден спрашивать у людей о нем. Он должен задать вопрос, который из вас Мухаммад? Это удивительно. Это означает, что пророк, да благословит его, и у Аллах приветствует, сидел со своими сподвижниками, был одет, как они, не отличался, не сидел на троне или выше, чем они. Значит, он был таким скромным и таким простым, что он выглядел так же, как другие, что бедуину приходилось спрашивать о том, кто из них пророк. В отличие от того, кто требует постоянного внимания к себе. Иногда, когда ты идешь по улице, просто архитектура домов может показать тебе, кто есть кто. Вот именно. Ты никогда не войдешь во дворец короля и не будешь спрашивать там, где его найти. С королем все яснее ясного. Большой трон, корона и все, что полагается. Удивительно. Так вот вам доказательство того, что он не хотел власти. Был случай, когда кто-то сказал, «Если пожелает Аллах и ты», он разгневался, сказав, «Неужели ты приравнил меня к Аллаху?» Говори так, «Если пожелает Аллах и все». Знаешь, когда новорожденный сын пророка, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, это совпало с солнечным затмением. Когда случилось солнечное затмение, после смерти его сына, люди начали говорить, «Видите, даже солнце опечали на смерть у сына пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Самозвание воспользовалось бы и этой ситуацией. Ведь ему представилась прекрасная возможность. Да, и вы все должны быть опечалены. И вообще, дайте мне денег. И что он сделал? Он сказал, «Нет, эти явления, творения Аллаха, они случаются независимо от жизни или смерти кого-либо. Видишь, ведь это не человек, который хотел власти». Не жаждал власти. Если ты думаешь, что он хотел стать знаменитым, то тебе надо бы посмотреть на Коран. Если бы он хотел известности, он бы претендовал на авторство. Если бы был такой мотив, он отражался бы в написании Корана. Он бы возвысил себя в положении. Написал бы привезти ему женщин. Будь это его мотивом. Или денег. Если это было бы мотивом. Если бы он жаждал власти, то написал бы от себя в Коране, что надо слепо следовать за ним. Если бы он хотел известности, то говорил бы о себе без конца в Коране. Но что интересно, так это то, что... Я знаю, у нас заканчивается время, Эдди. Знаешь, что в Коране имя Моисея упоминается намного чаще, чем имя Мухаммада. Даблагословит его Аллах и приветствует. Имя Иисуса также упоминается чаще, чем имя Мухаммада. Даблагословит его Аллах и приветствует. Если он хочет известности, зачем тогда он пишет о других людях в своей книге? Все должно было бы быть вокруг него. С какого ракурса не смотрел бы ты на его жизнь? Ты не можешь найти следы того, что он самозванец и заставляет делать людей то, что он хочет. Я бы хотел, чтобы люди сами сделали свое исследование. Вся информация доступна в интернете, в книгах и читайте это очень внимательно. Неужели это выглядит, как дело самозванца? И вы придете к ясному выводу, что нет. Иншаллах. Спасибо большое за твой визит. Было очень приятно. Спасибо. Будем рады видеть тебя еще на нашем шоу. Благодарим вас за то, что оставались с нами. Надеюсь, вам понравилась наша передача и вас заставили задуматься о наших доказательствах и факты. Для любого, кто пришел с открытым умом и сердцем, будет ясно, что истина внутри тебя. Если ты хочешь знать, какой смысл жизни, хочешь руководства, потому что, если ты не ищешь, то ничего не сработает. Если же ты в поиске, то увидишь все то, о чем мы говорили в этом эпизоде и других эпизодах. Это все, что не противоречит здравому смыслу. И это все, что мы хотим от тебя, чтобы ты был искренним. Просил у того, кто создал тебя, верного руководства. И возвращайся каждую неделю на новый эпизод Дин Шоу. Не забудьте посетить наш блог на dinshow.com У нас есть теперь в наличии второй том DVD для ведения призыва с аудиозаписями нашего шоу. До следующей встречи. Инша Аллах, если пожелает Бог. Мир. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok